С вечера пятницы готовили вот эту большую сцену, где будет проходить торжественная часть большого праздника. Скоро здесь соберутся зрители и праздник начнется. Посмотрите, сколько людей пришло сегодня к кинотеатру «Искра», чтобы порадоваться все вместе и отпраздновать этот замечательный день, 50-летие города Видное. Центр города в эти праздничные часы был переполнен гуляющими, артистами и эмоциями. Каждый с радостью делился своей любовью к родному городу. Поздравляю с днем нашего чудесного города. Всего самого хорошего. На ближайшее будущее желаю вам тепла, ну и хорошей осени, и вообще всего хорошего. Я поздравляю весь день с праздником, и мы желаем еще лучше и вас. Всего доброго. Очень рад этому городу. Замечательный такой, мне очень нравится. Сегодня с подругами собираемся отдохнуть. Рады, что будет такой концерт, новое место хорошее. Да, еще что добавят? Ну, тоже с днем рождения город Видное. Чтобы он был еще красивее, чтобы в нем было больше порядка, чистоты, и чтобы все живущие в этом городе считали, что он самый лучший в Московской области хотя бы. Я хочу, чтобы наш город был самым лучшим. И чтобы в нем он был очень красивый. И все, кто в нем жили, были очень счастливы. Я думаю, что если юные видновчане так говорят, так оно и будет. От лица компании «Инком» поздравляем всех жителей города Видное с праздником, днем города, с 50-летием. Всем желаем отличного настроения, прекрасного вдохновения. Что он процветает, становится краше. Мы все для этого стараемся делать то же, как жители. Желаем ему дальнейшего процветания, многолетия, хороших жителей, добрых соседей. Что всю жизнь не складывалась хорошо у граждан и у самого города нашего. Чтобы не забывали, что мы трудились в этом городе. Да, родились. Родились в этом городе. В этом городе уже сколько? 62 года. Так что мы старики этому городу. Где работали? Я вообще работала в судебном приставе. Столько лет отработала, все хорошо. Но все я хочу пожелать нашему городу, чтобы все было хорошо. Чтобы все вы жили дружно. Чтобы было все нормально у нас. Всем здоровье самое главное. Ну, остальное все приложится. Очень приятно, что такой праздник сделали. Что вот ходишь и радуешься. Все такие довольны, счастливые. Вот шарики взяла внучке, понесу. За красоту города. За то, что очень заботятся о наших детях и внуках. Красивые площадки открывают. За праздники, которые устраивают нашим детям, нашим внукам. Что пожелаете сегодня? Пожелаю процветания. Пожелаю успехов. Чтобы город наш занимал одно из первых мест в области. Всего хорошего и здоровья всем. В первую очередь руководству. Чтобы работали на благо нашего района и города. Очень рады, счастливы. Поздравляем всех здесь участников, кто здесь будет вообще на мероприятии. Очень красивая сцена. Все так сделали интересно, красочно. Шатры везде поставили. Все просто замечательно. Отправляем город. С чем поздравляем? С днем рождения. А сколько лет видному знаешь? Семь пятьдесят. Это много? Да. Ура. Ура. Пожелаем городу всего-всего наилучшего. Побольше таких детей. Целились. Размяли ручки, подняли вверх. Итак, ракеты на старт. Один, два. Ловим все вместе. Отлично. Итак, все становится равным. Один, один. Я хотел бы пожелать нашим дорогим вельновчанам, чтобы наш город всегда был без нуля, но первые цифры на пятерку во всех отношениях, чтобы было прекрасно в отношении красоты, в отношении того, чтобы жилищные проблемы решались как бы прекрасно, хорошо, чтобы медицинское обслуживание было тоже прекрасно и хорошее, и чтобы дети наши росли и радовались на том уровне, что какой красивый у нас, какой красивый город, как все у нас красиво и эстетично. Всех поздравляю с прекрасным праздником 50-летия. Поздравляю видновчан с праздником 50-летия города. Желаю процветания, процветания, еще раз процветания. Смотрите Видное ТВ, читайте газету «Видновские вести» и приходите к нам в кинотеатр «Искра». От всей души мы поздравляем всех жителей, живущих в нашем городе, в нашем районе и так далее. Нам очень дорог этот город. Ну и 50 лет, я считаю, это прекрасная дата. С днем рождения, желаем процветания, всего-всего. На крыльце у кинотеатра «Искра» оркестр народных инструментов радовал любителей музыкального искусства. За штурвалом большого оркестрового корабля Владимир Глейхман. Праздником вас, 50-летия. Желаем вам здоровья, успехов. Все должны проводить досуг в нашем районном центре культуры и досуга. А мы для вас стараемся, выступаем и дарим хорошее настроение. Спасибо. Сегодня праздник такой. Всем видновчанам, всем, кто живет в нашем городе, а город увеличился за последнее время, хочется пожелать здоровья, благоденствия, чтобы не мусорили друзья, чтобы город в нашем чистоте был, не обижали слабых, чтобы здоровье было. Друзья, и больше вдохновения, больше творчеством занимайтесь. И любите друг друга. Наверное, это самое главное. Спасибо. Мне хотелось бы в первую очередь сегодня поблагодарить за труд наших ветеранов-первостроителей. Те, кто подарил нам такой прекрасный город, его старую часть, улицы и проспекты, фабрики и заводы. Те, кто создал экономический потенциал для дальнейших вершин и развития Ленинского муниципального района. Вашими именами названа не одна улица в нашем прекрасном городе. Так появились улицы Гаевского и Лемешко. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, я хотел бы вас сегодня искренне поблагодарить за то, что вы сделали для нас, за вашу победу, за то, что вы нам подарили жизнь. И 70 лет мы живем в мирном государстве. Несколько десятков видновчан были награждены благодарностями главы Ленинского района. Это лучшие представители трудового класса, те, кто делает наш город и видновский край лучше. Подлипалину Александру Юрьевичу, полицейскому мобильного взвода патрульно-постовой службы. Александр Юрьевич имеет высокие достижения в службе. Им задержано 178 правонарушителей. Среди героев праздника совсем юная семья Мухаммедшиных. Сегодня они заключили свой союз. Этот день станет для них вдвойне памятным. После свадебного вальса молодоженам Ренату и Наталью предложили посадить дерево – символ крепкости супружеского союза. Будете наблюдать, как оно растет? Будете за ним ухаживать? Будем приезжать, смотреть, как оно растет. Ну, соответственно, свежаку-то поливать по возможности. Будете ответственны за него? Наталья, скажите, вот рождается ваша семья в такой вот замечательный день. Что пожелаете своей семье и вообще всему городу? Долгополучие, долгожитие. Много детей. Это себе. А городу? А городу расцветать, становиться все больше и больше. Все желающие также смогли поучаствовать в акции «Наш лес, посади свое дерево». Взрослые и дети брали в руки лопаты и ведра. Сделать наш город лучше, еще красивее. Мы можем вместе, говорили они. Наш город очень зеленый, еще будет зеленее. Будете ухаживать за своим деревом? Обязательно. Мы посчитали, третий дерево втроем сажать. Первый раз дерево сажаешь? Я признаю. Нет, за второй раз я сажаю. То есть ты опытный человек в этом деле. Скажи, а как дерево сажают? Как правильно сажать дерево? Сначала поливаешь, потом закапываешь. Так, еще. Потом завязываешь ленточку и все. А потом еще всю жизнь ухаживаешь. Ты знаешь об этом? А потом всю жизнь ухаживаешь. Город наш, мы его любим. Мы хотим, чтобы был весь зеленый не только парки, но и сам город. Поэтому мы и сегодня примем активное участие, и завтра всех ждем в 12 часов в Расторгуевском парке. Будем сажать 300 пустарников вдоль забора, будем сажать 150 сосен, потому что мы очень много деревьев там вырубили, потому что они аварийные и сухостойные, чтобы не было в целях безопасности. А теперь мы создаем. Кате всего 7 лет, но сегодня она, несмотря на то, что лопата выше ее ростом, взяла ее в руки. Почему ты решила посадить дерево? Скажи. Ну, это интересная работа. Будешь следить за своим деревцем? Да. Советский проезд представлял собой длинный коридор из палаток, в каждой из которых расположились предприятия и организации района. Компания «Спаски» и «Партнеры» провела для ребятишек мастер-класс. Каждый желающий смог почувствовать себя пекарем-кондитером. В школе такого не делаем, понравилось. Ну и дома тоже редко, а вот сейчас как бы такой шанс. Мой любимый город. Поздравляю с праздником. Желаю процветания, всего самого лучшего и хороших видновчан. Интересно, позитивные эмоции много испытываем. Особенно, когда увидели, что здесь ходит миньон и дарят шарики. Мы просто такие «Вау! Да!» В общем, были рады. Поздравляем наш город. Любимый город! Глава района Олег Хромов вместе с гостями города, делегациями городов-побратимов из Финляндии и Болгарии обошел выставку достижений видновского края. Великолепный, красивый, благоустроенный город. Нам очень нравится здесь быть, люди, жители вашего города. Настолько дружелюбные, гостеприимные. Так что нам здесь очень нравится. Поздравляем, что наши люди, они очень хочут, и они знают за Россию, традиции славянского народа. Мы имеем, наш народ очень любит, русский народ. И сейчас очень мы счастливы, что мы были сегодня, вашим праздником. И надеемся, наша дружба продолжит время. И направим контакты, и культурные, и бизнесные. И все так наши люди живут по-добре. Видно город замечательных людей, добрых и отзывчивых. Каждый, кому мы подходили, желали нашему городу процветания и благополучия. Ну а после обеда на стадионе «Металлург» начались командные соревнования по футболу, хоккею и мотоболу. Слово нашему корреспонденту Юлии Погасьян.